друзья всем привет поехала в американскую больницу последний раз ездила что-то у меня давление было чуть-чуть повыше на 140 градусов хотела сказать 140 в общем чего-то там и мне назначили вот через две или через три недели чтобы я пересдала пришла вот поеду сдам потом я немножко расскажу про американские больницы я вам говорила уже что если у вас есть страховка она хорошая они будут вам звонить писать посылать письма короче не будут все способы использовать чтобы вы пришли и сдать у них они проверяют кишку там это ее не знаю как они там проверяет потом в графике у меня стоит поставить прививку они хотят чтобы я поставила от герпеса потом от какого-то крипа потом помолок потом сдать на рак там они присылают целый набор в общем конвертики отправить их там целый список что человек должен пройти но это конечно хорошо это хорошо потому что на ранней стадии там все это обнаруживается но не представляете как они психологически тебя к этому подталкивают если ты там график у тебя прошел и ты не сходил на эти обследование они будут тебе писать смс и письма на свой кабинет они будут тебе прислать на телефоне звонить они видят что такой русска и они будут тебе звонить на русском языке для объекта тебе звонить и говорит что у нас есть русских врач короче говоря это очень как бы тяжело в том плане ты это постоянно слушаешь и думаешь господи да пойду сдам уже что подстали они они будут тебе оставлять голосовые сообщения будут говорить что какая у них статистика там парам и если вы не придете то там большие риски это очень тяжело психологически ну вот так вот слушать и они эти долго топят и ты соберешься и пойдешь и все сдашь и все но это так задалбливает я серьезно говорю потому что чё нигде не откроешь везде они везде этот кайзер везде со своими сообщениями я не знаю как у других у кого нету страховок напишите вас также это просто плющат до результата потом вот если вы приходите так врачу здесь в америке у нас больницах раньше сидела всегда медсестра и врач сейчас же ты приходишь просто врач сидит он заносит тебе в компьютер там сам эту всю писанину и медсестра получается не нужно да вот это все записывать я даже уже забыла а здесь ты приходишь здесь тебя сначала медсестра встречает все это записывает там все что тебе надо взвешивает давление мерят и потом только если допустим у тебя есть какие-то жалобы ты там идешь к специалисту который подходит по твоим жалобам вот кровь я сдала что давление они мне померили послушала она меня но как они здесь слушают вот я была вот если допустим в этой кофте сейчас приду она будет меня слушать она прежде чем прикоснуться ко мне она спросит разрешение и она будет слушать меня через кофту она не будет говорить мне поднимите кофту там бюстгалтер еще чего-то нет они слушают если я буду вот так вот в куртке приду вот так вот они будут слушать меня через куртку это вообще конечно так удивительно вот чтобы не померить давление записали меня на 245 сейчас приду измерят потом даже если у тебя страховка есть вот если я прихожу сейчас на прием они еще какие-то 10 долларов берут не знаю что это за сбору но тем не менее ты отдаешь еще 10 долларов вот потом приходит письмо в конце месяца это вот я когда тоже сдавала на эти несчастные эти как ковид то так я много тут сдала видите куда не полетишь мексику полетишь надо в россию полетишь надо сан-диего полетишь надо я столько этих тестов сдала и это все страховая здесь покрывала в любой госпитале я приходила и все было покрыто конечно хорошо иметь хорошую страховку сейчас если мне скажут что повышенное давление я вам скажу что давление повышенное у меня может мне какие-нибудь таблетки выпишем не знаю так приехала я госпиталь такие какие деревья красивые цветут яблони сейчас у меня красота какая так все иду обратно сейчас расскажу горы переливаются сзади яблони слушайте забыла еще сказать тогда читала комментарии там вот не ходишь в американский госпиталь потому что язык не знаешь слушайте но прежде чем это писательный хотя бы немножко почитайте об америке обе в этих госпиталях больницах вообще как приемы проходят причем тут язык если ты приходишь у тебя что-то сложное вот не померить этот давление а что-то за серьезное заболевание ты приходишь к врачу он тебя сразу спрашивает вам нужен переводчик или нет ты говоришь да нужен тебе набирают эту службу специальность которой они работают так переводчик сидишь тебе все переводят твои ответы вопросы что врач сказал потому что я считаю даже если ты неплохо знаешь английский это такая специфика уже идет разговора там болезни какие-то термины по-русски то не поймешь что там врач тебе иногда говорит а тут на английском не кажется даже если ты прилично знаешь язык все равно нужно этого переводчика нанимать потому что мы прослушаешь слова это твоего здоровья касается это как бы очень важный поэтому не пишите вот эту ересь тут все сделано хочешь французский тебе хочешь испанский хочешь итальянский тайский тут все языки есть и это вообще никакой проблемы нету тут просто все очень долго понимаете вот они назначают кровь быстро там допустим взяли у меня ладно результат тут же тоже высвали в этот же день ну допустим если что-то еще у меня было это надо ждать опять там назначать этот встречу в россии пришел ты за один день все прошу вообще не на времени тратить на это все так давайте вам лучше расскажу как у меня померили давление в тот раз и приходила что-то врач мне сказала 140 у меня большеватая но и вот они не назначили через какое-то время чтобы я пришла опять померила вот и сейчас пришла меня медсестра завела в такую комнатку небольшую там все такой экран большой красивый море красивая голубой такой и берег пустынный и вот это вот водичка берегу подкатывается откатывается вот этот ревакс такой звук и нам не говорит сейчас расстанетесь в этой комнате 1 вообще дается на измерение на измерение давления дается 10 минут и говорит сейчас вы останетесь одна в комнате расслабьтесь смотрите на экран я погашу вам свет все она вышла погасила свет я так вот села и смотрела на экран релакс получала как квашня короче растеклась по стулу она мне поставила этот аппарат и сказал что три раза сейчас он у меня этот аппарат сдуется надуется и она мне скажет средний показатель все она ушла я осталась в этой комнате 1 растеклась по стулу и три раза он там автоматически надувался сдувался она заходит я уже отдохнувшая за 10 минут она говорит прекрасное у вас давление 127 все я говорю спасибо большое она говорит вы никакие таблетки не пили а гранит ничего не пила на кредной прекрасно и не надо пить я говорю спасибо вам большое все на этом мой прием закончился я 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